По сути, школ в городе много. Грубо говоря, 65, а может быть и более. Школы другие есть, а мы об этом-то и не знали. Правила имеются из другой оперы. И как мы относимся к тем, кто получил дополнительное образование? Я лично с нескрываемым удивлением. Так что же творится в школе развития скорочтения и интеллекта? Ну, вот он, пункт номер один. Индивидуальный подход к вашему ученику. Круто? А то как? Так вот, смысл, в принципе, был достаточно очевидный. Я хочу из своего сына сделать хорошего работника телевидения. И в отличие от меня, как работника телевидения, с достаточно небольшим стажем, всего лишь 22 года я работаю на телевидении, он начинает работать, когда ему уже 5 лет исполнилось. Помните? Магазин Нориона. Это он все делает сам. Единственный маленький вопрос у меня возникает. Я хотел бы, чтобы он так же продолжал быстро читать. К сожалению, как вы прекрасно понимаете, он все читать так быстро не умеет. Я, естественно, его отдал сюда, в школу скорочтения. Но я сюда зашел и удивился, потому что не только этими вещами люди-то здесь занимаются, а еще и другими. Да, мой сын работает изумительно. По большей степени ему в команду подавать тех, кто старше его и намного. Со своими он как-то не так. Но если есть поднятие цены, то мне бы хотелось поднять те смысла, чтобы он и читал, и считал, и каллиграфия была. А пока вот как. Дальше. Рысь. Дальше. М-ы-ш. Еще раз. М-ы-ш. М-ы-ш. Плавно соединяет. М-ы-ш. Хорошо. Р-ы-ш. Внимательно. М-ы-ш. Внимательно. Р-ы-ш. Р-сы. М-ы-ш. Еще раз. М-ы-ш-с-ы. Где мы? Я мы не вижу. Давай сначала. Р-ы-ш-ы. Еще раз. Р-ы-ш-ы. А эта девочка просто закончила ту же школу. Прошла курс обучения. Всего ничего. Семьдесят занятий. Как она читает? Ультрамирю. Но, которым они выкрасили бедного кота, проворчал дедушка. Он был художником. И очень не любил, когда дети трогали его краски. Пора решительно сказал папа. Папа, нас не будут ждать. Мама подошла к кроваткам и наклонилась над репкой, чтобы поцеловать его в голову. Не надо тихо, сказал папа. Он может проснуться и тогда нам никуда не уйти. Бабушка подошла к кроватке внучке и поправила одеяло. При этом она незаметно смахнула с резинку, катившуюся по щеке. На этот раз мы должны проявить характер, прошептал дедушка. Об этом мы начали задумываться. Может быть вас так и воспитывали, но в нашей школе прямо говорили. Лучший индивидуальный подход. По сути она как была из мизерных, так таковой и осталась. И поэтому с той поры мы лучше всех говорим на английском. Но по сути здесь мы видим совершенно другую ситуацию. Когда с тобой индивидуально работали, интереснее было? Да. А теперь что в школе? Ну в школе мне похвалили по всем предметам. Ну потому что эти курсы мне очень понравились. И мои все уроки, они мне теперь только на пятерке. Смысл подхода школы скорочтения и интеллекта в другом. Я его не понял сразу. То бишь вернувшись на круги своя. Вы когда сочнение писали? Аааа, в той самой школе. А когда читали захлеб? Ну из той же оперы. Нет, конечно и сейчас есть крендели, у которых библиотека. У меня простите, такого нет. А хотелось бы. И что же такое чистописание, вернувшись на круги своя? Чистописание и это не удел медиков и не удел полиции. И по сути не наш. Но было-то время без компьютеров. Было и такое. Можно такое сделать, но вам необходим труд. Мы занимаемся тем, что как раз корректируем почерк у детей, чтобы они приблизились к каллиграфии. Приходят с разными проблемами дети. Некоторые пишут не слитно слова, некоторые выходят за рамки строки. Все мы это исправляем и пытаемся добиться каллиграфичного почерка. Также у нас есть паузы на развитие интеллекта на наших занятиях. И в группе сидят до шести человек. То есть комфортно им на занятиях. Мы вот об этом и говорим. Я просто в свое время в школе обучался, в 33-й. И мы все время говорили, что главное это индивидуальный подход. Вот здесь вот такой. Да. То есть на занятии могут сидеть дети, которые только начали курс каллиграфии. И кто уже, например, подходит к концу. И это нисколько им не мешает. Я у каждого отслеживаю, как они пишут, проверяю, даю какие-то им советы. Если вижу, что у ребенка вызывают затруднение, какая-то буква, я даю на домашнее здание, на отработку еще дома. Теперь мы будем говорить о том, что вот они пришли в школу, да? Они пришли в школу, и у них замечательный каллиграфический почерк. Какое вообще впечатление у учителей, когда они видят такие замечательные данные? Не раз уже приходили ученики со школы и говорили, вот у меня, например, там Мария Васильевна заметила то, что я стал лучше писать, у меня стали лучше оценки. И наконец-то она перестала меня загружать вот этой домашней работой. Мне стало самому легко учиться. То есть дети сами понимают, что каллиграфия очень важна сейчас, в настоящее время. Когда мне говорят, что это можно было сделать быстро, я по сути не верил. Но теперь верю, чуть разогнавшись, когда вкупе абстрактное восприятие, тренировка памяти и по-другому, мною непонятному принципу, но это все работает. Я вижу то, что ранее думалось недостижимым. Но это дети все до 10 лет. А еще один вопрос. Турецкие счеты. Вы так можете? Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, минус шестнадцать, одиннадцать, тридцать три, тринадцать, минус семь, минус пятьдесят, сорок четыре. Вот, у всех разные ответы, момент истины. У нас есть семьдесят, семьдесят пять, семьдесят девять. Ну, я попытался и облажался. До четырех вроде смог, дальше лоханулся. А они-то как? Работает эта штука? Еще раз говорю всем. Процедура обучения – это не годы. За девять месяцев, а может быть и ранее, вы можете вернуться в самую читающую страну в мире. И это Россия. Надо только давать нашим детям волю. Но, по сути, давайте подумаем и о людях более старших. Да не каждый из нас доедет до пенсии. Семьдесят пять процентов мужиков, к сожалению, уйдет, как и двадцать женщин. А дальше что? Сгнивание? А не получится. То есть есть школа скорочтения и интеллекта. Сломав старое, вернувшись на круги своя, мы можем одолеть и болезнь Альцгеймера, и, вспомнив моих учителей, и по школе, и по институту. Там и 85 лет мозгов хватало на 10 человеков типа крутых. Они работали, а мы получали результат, знания. Много я перелопатив, и вот вам такое. А теперь правило для всех. Хотите так, просим вас сюда. Чуть больше времени, и результат будет обалденный. Все это увидят, как вы поднимаетесь в своих глазах. Где эта школа находится? Проспект Карла Маркса, 111. Внутри здания. Проще, от 109 дома оттуда и увидите. Я хочу все это увидеть в моем сыне. А может быть и после подумаю о себе. Школа скорочтения и интеллекта и это сделать сможет. Круто, да, круто и непонятно. По одной простой причине. Моему образованию уже исполнилось 44 года. Я это не знал и понять не имею, как это делается. Но это делается. Делается красиво. А чтобы ваш ребенок, или вы сами могли это понять, в любом возрасте, и мне, наверное, в том числе, потому что я прекрасно понимаю, что такое болезнь Альцгеймера, она моего товарища скосила, я бы не хотел это делать и видеть, что такое случается. И поэтому и для вас, в том числе, и для тех, кто уже на пенсии, школа скорочтения тоже хороша. Потому что если мы не будем тренировать свою память, ничего хорошего из нас не выйдет. Тоже касается и наших детей. Продолжение следует...